Река Хлыновка вновь в центре внимания жителей города и общественности. Когда-то вдоль нее хотели сделать парк, но идея не была реализована. Теперь планируют благоустроить зоны для отдыха. Кировчане переживают, реализуется ли на этот раз проект. Ситуацией разбиралась Екатерина Дворникова. Реку Хлыновку расчищают, и это радует кировчан. Но они продолжают с беспокойством следить за проведением работ. Подрядчики, по их мнению, могут не успеть с их выполнением. Засоров в русле еще много. А горожанам хотелось бы в скором времени иметь возможность отдохнуть в обустроенной зеленой зоне. Сделать дорожки, вдоль которых можно гулять. Причем тут доступно, можно с остановки людям дойти, прогуляться тут и сразу выйти же на остановку. И дальше, ну как бы, то есть оно доступное, можно ездя погулять, если сделать его. Сделать нормальную дорожку, скамейки, сделать свет, почистить речку это наконец-то. Ведь когда-то это уже пытались сделать. В 2019 году русло реки Хлыновки хотели расчистить в рамках проекта создание ленточного парка. Но задуманное не осуществили. Была просто мечта того времени от главы администрации по Машельдина Ильи. Не реализованно, потому что не было денег и как такого проекта тоже не было. В этом году к идее благоустройства берегов реки вернулись вновь. Сейчас ведется их расчистка. В этом году заключен контракт на расчистку русла реки Хлыновки от улицы Пристонская до микрорайона Чистые пруды. Соответственно, в рамках контракта у нас выполняются работы по сносу деревьев, нависших над рекой Хлыновка, а также расчистке ее русла, ликвидации заторных участков и частичного углубления. Хоть подрядчик и обещает выполнить работы в срок, министр отметил, что нужно ускориться. Расчищает реку с июля. Специалисты отмечают, что делать это нелегко. Техники порой не проехать через заросли. Так же считают и в дирекции благоустройства. Учреждение занимается расчисткой территории в четырех сегментах. Но расчистить полностью от клёна Есенелистного береговую линию невозможно, потому что это с флошняком покрыто на 98%. Поэтому там выбраны все сухостойные, поваленные, либо заслоняющие землю деревья. На эти цели выделены федеральные средства в размере почти 2,5 миллионов рублей. Подрядчики должны выполнить работы по расчистке до 31 октября. Работы по обустройству территории будут выполняться в этом и в следующем году. Екатерина Дворникова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.